ТАКТИК МЕДИА Будет очень интересно, приходите. Я Михаил Тимин и сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую. Приветствую. Категорически, как принято говорить. Да, да, да. Сегодня поговорим про Мелитопольскую операцию «Прорыв линии Вотон». Круто. Поскольку рассказали про Смоленск, немцы отошли на Пантеру примерно в эти же времена, примерно в то же время, Южный фронт, возвращаясь к повествованию, которое было в предыдущих роликах, прорвали линию Шильдкротенш-Теллинг. Обалдеть. Черепаха, еще несколько более мелких и хуже подготовленных линий отошли на серьезный рубеж, который являлся частью Восточного Вала. Получил громкое наименование «Вотон». Вообще, это был, пожалуй, самый проблемный участок всего Восточного Вала. Конечно, он не опирался на крупную реку, но, тем не менее, из сухопутных рубежей он представлял собой, пожалуй, наиболее серьезное препятствие. И если послушать, что по этому поводу сказал начальник штаба Южного фронта Березов будущий, или Березов иногда, в комментах поправьте, поскольку фамилия может связана быть с каким-то регионом, в общем, я его привык написать и называть Березовым, характеризовал рубеж следующим образом. Передний край противника проходил по ряду командных высот, надежно прикрытых рекой Молочной с очень обрывистым западным берегом. На севере, в районе Васильевки, вражевские позиции упирались в Днепровские плавни. На юге они примыкали к соленому озеру Молочное, которое вытянулось почти на 30 километров до самого Азовского моря. Озеро это не глубоко, но дно у него илистое, топка и берега сильно заболочены. В итоге, если посмотреть на ту местность, где можно было вести наступление, то и с протяжения фронта 165 километров по переднему краю, которая заняла немецкая 6-я армия после отхода с Донбасса, реально имелась местность, которая была хоть как-то доступна для прорыва, около 100 километров, то есть, примерно две трети, что значительно увеличило стойкость этого рубежа. То есть, немцы мало того, что отошли на более узкий рубеж, пусть часть сил они отдали соседу в первую танковую армию, но зато начали получать дивизии из Крыма. И, собственно, свежие соединения были поставлены в центр обороны армии, и надо сказать, что при отходе, когда армия Холлита отходила на линию Воттон, там уже сидели батальоны, присланные из Крыма, если быть точнее, то с Таманского полуострова, из 17-й армии, которая занимала Кубанский плацдарм, он был эвакуирован, как мы рассказывали. Опять же, смотрите, в списке наших роликов есть подробное описание всей эпопеи с Таманью. И если посмотреть численность соединений немецкой 6-й армии на 29 сентября 1943 года, мы увидим, что, в принципе, было немало дивизий высокой численности, так, например, 100-я легкопехотная дивизия, 12 тысяч человек, 2,5 тысячи боевой численности, то есть именно пехоты, 3-я горноегерская дивизия, 12 700 человек, 3,5 тысячи в расчёте на пехоту. Понятно, что был такой немножко раскормленный слоник в лице 24-й румынской пехотной дивизии, у неё было рекордное количество боевой численности, но при этом общая численность была около 10 тысяч человек, была рекордная боевая численность 4-700, но понятно, что эти 4-700 были не 4-700 в расчёте на немецких пехотинцев, просто по выучке. А так было и старые дивизии, которые получили пополнение, то есть, например, 111-я ПД, которая пережила окружение под Таганрогом, она была накачана до 10,5 тысяч наличного состава, и, соответственно, боевая численность 2800 человек, это довольно много, примерно при боевой численности 2,5 тысячи человек немецкие пехотные дивизии наступали на южном фасе Курской дуги. Поэтому состояние 6-й армии можно было характеризовать, во-первых, как достаточно крепкие позиции на командных высотах, потому что немцы имели возможность просто выбрать тот рубеж, который занятие. Они откатывались по огромному пространству и могли выбрать конкретные высоты. Понятно. Если смотреть на общую численность 6-й армии, то это было 2600 человек, довольно много. Опять же, и по другую сторону фронта, то есть в штабе Южного фронта, предполагалось сначала взять оборону кавалерийским наскоком, и в приказе писалось, разъяснить всем, что успех прорыва данной полосы лишает противника выгодных рубежей обороны вплоть до самого Херсона, то есть до Днепра, и во многом предопределить дальнейший успех наших действий и участь крымской группировки противника. Советские части вышли к линии Вотина 22 сентября 1943 года, но попытки взять этот рубеж кавалерийским наскоком успеха не дали. После этого началась тщательная разведка обороны противника, подтягивали тылы, накапливали боеприпасы, перегруппировались и готовились к прорыву. Соответственно, если мы посмотрим на численный состав войск Южного фронта примерно на ту же дату, что и у немцев, то есть это 26 сентября, отчетный момент 26 сентября 1943 года имелось в боевого состава, то есть без учета некоторых тыловых частей 311 тысяч человек. Просто если брать сопоставимые цифры, то мы видим, что фактически имелось примерно полуторное превосходство над противником, что, прямо скажем, не предел мечтаний. Имелось 557 танков, поскольку были переданы с центрального участка Советско-Германского фронта, танковые корпуса были переданы 11-й корпус, 20-й корпус, через некоторое время прибудет еще и 19-й танковый корпус, в общем, имелось всего 557 танков и 47 самоходок, 8-я воздушная армия насчитывала 921 самолет, в том числе 684 исправных, но надо сказать, что ударных самолетов бомбардировщикам было не так много, 134 машины, из них 66 ночных, то есть половина ночных, ну, примерно 70 пешек, не предел мечтаний, 201 штурмовик, всего 12 разведчиков-корректировщиков, ну и 337 истребителей, ну, не предел мечтаний, прямо скажем, на стороне немцев, что касается бронетехники, по-прежнему 6-я армия Холлета была рекордсменом по числу одновременно подчиненной ей дивизионов штурмовых орудий, 5 штук, мало кто из, даже те, которые использовались в наступательных операциях, располагали прям сразу 5-ю дивизионами штурмовых орудий, полных данных вот прям на конец сентября нет, то, что есть в документах 6-й армии, известно, что там 3 из этих дивизионов насчитывали там 13, 9 и 32 САЛ, то есть, 1 дивизион полного состава и 2 погрызенные, да, погрызенные, при этом имелись 2 танковые дивизии, 13-я и 17-я, которые, в принципе, уже были участниками боёв за Донбасс, новинкой было то, что 6-я армия стала получать 88-ми противотанковый ПАК-43, соответственно, видим, при переброске крымских дивизий, их в первую очередь оснащали, по крайней мере, наибольшее число было в 101-й легкопехотной, 6 таких пушек, были дивизионные усиления, это качественные усиления, и в открытых пространствах, потому что чем отличался ещё этот район, этот район Мелитопольский, тем, что там огромный открытый пространств, там степны, как их немцы называли, Ногайские степи, это уж Ногайшин, Ногайские степи, но это, в общем, такое, я бы сказал, название, пусть остаётся на их совести, у нас нигде в географических справочниках как-то это не указывается, но вот, тем не менее, саму местность характеризует, то есть, такая гладкая, как стол местность, практически отсутствуют лесные массивы, есть какие-то рощицы, поскольку, как, я думаю, многие знают, оккультуриванием и лесополосами, которые сейчас в новостях, это всё достижения товарища Сталина рубежа 40-50-х, то есть, их тогда начали сажать, в 43-м году там действительно были просто открытые степи, я к чему говорю, то, что на огромной дистанции эти ПАК-43 могли работать. Эффективно. Да, эффективно работать, но вот это всё достаточно серьёзная масса немецкой пехоты, усиленная и бронетехникой, и дальнобойными противотанковыми пушками, она не воспринималась, к сожалению, всерьёз. Имела место головокружение от успехов, только что прорвали оборону противника на Донбассе, практически кавалерийским наскоком проскочили позицию черепаха, ещё там пару позиций менее подготовленных, и Васильевский вечером 22 сентября пишет, кроме вновь подошедшей на северном участке этого рубежа 101-й ГСД, он назвал ГСД, она легкопехотная, и на юге 6-й ГСД Румын, оборону занимают разбитые, отошедшие с востока немецкие части. Так и хочется сказать, ага, ага, разбитые, пополненные до двух с половиной тысяч боевого состава, прям вот разбитые, разбитые. Короче, разведка не очень хорошо сработала. Оценка Васильевского, ну, понятно, что он действительно проецировал то, что ему давала разведка. Пехотная дивизия, армия Хольта были вполне боеспособным в состоянии. Но опять же, ещё раз точним, что слабая авиационная разведка, ну, видим, сколько там, 12 разведчиков. Да, 12 и корректировщиков. Всё вместе. Да, это, в общем, опять же, видимо, попытавшись брать сходу, не густо было с пленными. То есть, может быть, из вот этого легкопехотного взяли пленных, которые там сказали, что мы сильны. С остальных не взяли. Ну, и Васильевский докладывает ставку. Он уделял в докладе своём не, собственно, прорыв рубежа. Он планов громадьё. Люблю я наших планов громадьё. Основными задачами после прорыва бронительного рубежа считают, то есть, кратенько пробегается, чтобы мы его там быстро побьём. Быстрым захватом Севаша, перекопа, район Джанкой не только изолировать, но и ворваться в Крым для его полного захвата. Понял. Быстрым манёвром главных сил Южного фронта очистить от противника южный берег нижнего течения Днепра с выходом к его устью. Главные силы вывести на фронт Каховка, Херсон, форсировать здесь Днепр, захватить плацдармы на правом берегу, предусматривая дальнейший удар в взаимодействии с Воронежским фронтом на Кировоград. То есть, практически, можно сказать, до границы 1941 года остаётся два шага. Ну, и апофеозом оптимистичный остановок, потому что, если, как бы, сначала почитать состояние войск, потом почитать вот этот доклад-вставку, это выглядит, конечно, ну, так это странно. С этой же цели считал бы исключительно целесообразным числа 29-30 сентября выбросить в район Джанкоя воздушный десант в составе двух-трех бригад. То есть, за несколько дней доскакать до перешейка, высаживать бригад. Понятно, что были определённые шиперкозакидайческие настроения, опять же, связанные с тем, что собирались высаживать десант в Крыму, что немцы Крым будут оставлять. Доклад был написан, напомню, вечером 22-го сентября, уже через неделю высаживать десант в районе Джанкоя, не на... там где-то в глубине линии Вольтон, пусть даже, там, не знаю, Каховка, а прямо в Джанкоя. То есть, считалось, что оборона немцев на реке Молочная должна была рассыпаться просто как карточный домик. При этом количество боеприпасов было, мне сказать, что было большим. Всё под Смоленск уехало? Ну, во-первых, действительно было использовано на других участках фронта, во-вторых, Южный фронт очень крепко поработал в августе, его дали ему хороший заряд в сентябре, но этот заряд, он был в основном расстрелян. В итоге, он предполагалось в центре построения фронта ударить пятый удар на 44-й 2-й гвардейской армии, помогать на удар 28-я армия как раз в районе Мелитополя. Ну, и дальше предполагалось выход на реку Днепр, в Крым, захватом переправ, там на 10-11-й день наступления выйти в район Каховки в готовности схода ворсировать Днепр, там Мелитополь предполагалось чуть ли там не там за 2-3 дня взять и к исходу 8-го дня части 28-й армии выйти в район Сивашского перешейка, к исходу 12-го дня Перекопского перешейка. Соответственно, создаются две подвижные группы, подвижная группа под названием Ураган, 20-й танковый, 5-й гвардейские кавалерийские корпуса, то есть, должны были войти в прорыв и уничтожать встречающие части противника, выйти к Каховке. Командующий группы Селиванс, то есть, командир кавалерийского корпуса. Интересно. И, кстати, такая же абсолютная, как называлась другая подвижная группа, она называлась Буря. То есть, Буря, Ураган. Вот, честно говоря, это может быть такое предвзятые отношения, но мне кажется, когда начинаются вот эти все красивости, то это обязательно, как раз, что-нибудь не получится. Подвижная группа Буря, 4-й гвардейский механизированный, 4-й гвардейский кавалерийские корпуса, соответственно, тоже прорываться, войти в прорыв, уничтожать встречающегося противника, выйти в район Армянск, перерезать железную дорогу на Херсон, овладеть районом Ишунь, с последующим ударом на Джайнкой, командир группы Буря, Кириченко, командующий кавалерийским корпусом. Ну, а в Джайнкой, соответственно, обняться с десантником. Ну, понятно. Ну, абсолютно вот так вот. Ну, и в качестве такой, как бы, отдельной... Действительно, кавалерийский, так сказать, план. План абсолютно кавалерийский, при этом, как такой козырь в рукаве, был еще один станковый корпус, успевший поучаствовать в боях, принести некоторые потери, и ввести его в прорыв предполагалось, нестись, значит, в район Чангар и ворваться, значит, захватить Чангарский мост. Подготовка к прорыву 4 дня, 22-25 сентября, прорыв обороны 2 дня, третий этап развития успеха 11-12 дней, ну, и, соответственно, средний темп продвижения пехоты 15-16 километров в сутки, для подвижных групп 25-30 километров. Ну, на самом деле, не 100 километров, не будем там прям... Те, кто планировал эту операцию, лишнего наговаривать, но, тем не менее, все равно план был очень такой... Амбициозный. Амбициозный и изящный. То есть, вот чувствуется, рука Василевского, что вот такой же простой изящный уран. То есть, на самом деле, идея сама по себе была интересна. То есть, вот 6-ю армию отрезать от Крыма и отрезать от переправ через Днепр. И, соответственно, в этих Ногайских степях она должна была полностью лечь ко с тьме. Причем даже не предусматривался маневр на окружение. То есть, замыкать окружение надо было выйти и захватить переправы. То есть, само по себе означало гибель и перехват всех коммуникаций. Ну, конечно, сжатые сроки подготовки, то есть, всего 4 дня подготовки, он был маловат. И войсковая разведка не вскрыла тему огня противника. Причем даже и не только в глубине, что было бы объяснимо, но и даже на переднем крае. При этом не накопили достаточное количество боеприпасов. То есть, имелся примерно по одному боекомплекту больших калибров. То есть, завались было 45-чинных снарядов. В 3-3 БК, но он, как говорится, ни уму, ни сердцу. При этом, опять же, не оправдывая, но объясняя действия командования Южного фронта, надо сказать, что разведка докладывала о том, что едут соединения из Крыма. То есть, в Крыму, видимо, агентурная разведка работала. И считалось, что каждый день промедление означает, что оборону будет усиливаться. И действительно, это соответствует действительности. 25-26 сентября на позиции Северной Мелитополя была выдвинута 79-я пехотная дивизия. Как немцы оригинально пишут, они называют число людей голов. Вот это такое... В Шварцком. Да, то есть, ну, да, вот голов, вот 13 тысяч голов, нам вот это выглядит, как стадо, но вот немцы почему-то называют вот голов. Ну, хорошо. Считали по головам, мы поняли. Да, это, в общем, даже не рационов, а именно голов. Это был, как бы, такой звоночек неприятный. И если ждать дальше, то приедет еще кто-то. И действительно, это было так. Дивизии пополнялись, отдыхали и грузились в эшелон и ехали на позиции. Понятно, что если бы они там выдержали удар на вот этой линии Вута, их бы, может, еще куда-то отправили в конце концов, под Смоленском, о котором мы недавно говорили. Но резервы были, и они были, можно сказать, на дистанции перевозки на железной дороге, там буквально там исчисляющиеся, ну, сутки, двое, там, трое, ну, одним словом, не так много. Итак, 26 числа, 26 сентября, в 10 часов утра войска Южного фронта перешли в наступление. Атаковали передние края обороны. Их ожидаемо встретил ураган огня. Удалось вклиниться на 2-4 километра. Никаких вот быстрых рывков, и взлома обороны за два дня. С самого начала понятно стало, что не получается. Хуже всего было то, что еще и Лифтваффе показала свою активность. В течение всего дня группы, ну, опять же, по нашим данным, от 20 до 140 самолетов бомбили боевые порядки, ближние тылы, и за день было, опять же, по нашим данным, у меня, к сожалению, нет данных противников, 900 самолет пролился. Ну, обычно более-менее коррелирует. Это довольно много. Это, конечно, не 2,5 тысячи, как было в худшие дни на Миусе, но тем не менее. Причем, еще одной такой фишкой немцу стало то, что они контратаковать стали вечером, то есть, практически на грани сумерек, и тем самым контратаковали, ослабленные за день боем части сбивали на позиции, дальше приходила темная южная ночь, на дворе все же было. Конец сентября, да. И было время закрепиться. Под Мелитополем 28-я армия вообще полностью не смогла продвинуться и опять же в донесении было вела огневой бой. Что такое вела огневой бой? Это значит, что там даже на 100 метров не продвинулись, просто перестреливались друг к другу, и разведка. Соответственно, 27-го сентября продолжили наступление, ничего не получается, более того, сбываются худшие опасения. Захватывают пленных, и действительно, это опять же подтверждается данными той стороны, приезжает пехотной дивизии, дивизион штурмовых орудий, еще один. Активная авиация противника сохраняется, не 800 самолет-пролетов, 8-я воздушная армия отвечает 1100 самолетов-ылетов, но понятно, что превосходство в воздухе взрывать не может, и попытки, опять же, той же 28-й армии наступать в районе Мелитополе тоже успеха не дают. В итоге, за два дня главным достижением, которое докладывали в Ставку, только преодолели противотанковый ров. Правда, ров был такой приличный, ширина 3,5, глубина 2,5 метра, конечно, не 7-метровый, как попадались иной раз, но на фронте шириной 22 километра вклинились 2,6 километра. Но прорыва не произошло. И никаких принципиальных изменений, когда попытались 28 сентября, опять же, уже два дня назначенных на прорыв прошли, не получилось. Продолжают таранить. Третий день тоже не приносит успеха. И самое главное, еще Холлет сделал такой рискованный ход. Он поставил танковую дивизию в первую линию. В итоге у него на фронте 100 километров, очень плотные боевые порядки. Немцы наращивают действия авиации. Третий день тысячу самолетов пролетов. Наша авиация отвечает 800. И стало понятно, что уже не получается. Последнюю попытку предпринимают 29 сентября. Тоже происходит тысячу самолетов вылетов. Решают. Хорошо, у нас не получилось буря, ураган. Отставляем в сторону, попытаемся ввести танковый корпус не в прорыв, а в бой. давайте сосредоточим танковый корпус и ударим. 30 сентября пытаются ввести танковый и механизм на корпус. Результата это не дает. На самом деле немцы еще и заметили эти все перегруппировки. Продвижение только на 6 километров ввод подвижных соединений в бой, в прорыв дает только 6 километров продвижения. В итоге по состоянию 30 сентября позиция сохранилась устойчивость. Пятая ударная армия остановилась. 44 армия с 20 танковым корпусом тоже могла отчитаться только вбивание из нескольких опорных пунктов. Но 6-я гвардейская армия самая 6 километров. подпортила то, что немцы опять же вечером в 15-30 контратакуют, выбивают из пары населенных пунктов октоберфельд равная в районе такмака. Может быть сейчас в новостях это равное проходило. В общем еще как-то восстанавливает свои позиции. Под Мелитополем удается опять же захватить противотанков уров. В общем в целом полнейшая разочарование и здесь интересно послушать мнение противника, который написал отчет по итогам боев и пишет не следует однако недооценивать того факта но они понят сначала говорят мы там красавчики молодцы отбились вот он стоит как стена бла-бла-бла в общем рыцевские кресты надо раскидывать горстями по окопам в начале идет рассказ молодцы но дальше идет поправка не следует однако недооценивать того факта что русские части войск южного фронта лишь впервые продвинулись к немецким позициям ожидая легких успехов и они для этой цели предусмотрели время лишь для небрежного проведения в боевую готовность частей особенно артиллерийская подготовка бесспорно была выполнена недостаточно говорится характеристика стороны противника который видел что по нему долбит на исчерпывающим в общем такое как бы разочарование вместо вот этих всех рывков крым каховка и прочее тяжелопозиционные бои максимальное продвижение 10 километров опять же фронт 22 километра из сотни на фронте 100 километров небольшое вклинение на 2-10 километров в зависимости от позиции конкретного корпуса и армии постоянной контратаки сильных немцев да поэтому когда они контратаковали не давали развить даже частные успехи при этом высвобождающиеся в Тамане опять же напомню что Тамань вывозилась в сентябре и закончился процесс в октябре ну и эти силы все подтягивались на этот участок и система огня не была подавлена именно из-за того что в том числе не было накоплено достаточно боеприпасов опять же вот если смотреть конкретно вещи расход боеприпасов такие позиции которыми собственно борется с артиллерией подавляют оборону гаубица пушка МЛ-20 152 в августе расстреляли 32 тысячи выстрелов и полторы тысячи выстрелов гаубица Б4 203 в сентябре расход гораздо меньше то есть не вдвое но 18,6 тысяч выстрелов это учитывая опять же продвижение по Донбассу и предыдущий боев не только конец сентября и всего 800 203 миллиметровых выстрелов то есть на самом деле в августе настреляли сильно больше чем в сентябре с учетом продвижения и попытки таранить линию вотом поэтому опять же с учетом всех этих сюрпризов с контратаками атаковали в период где-то между 15 и 18 часами это позволяло восстановить положение частично и еще закрепиться и вот это вот одно из группировок 20 танковый 4 гвардейск механизм привел к большим потерям и собственно в скорости они числились в общем-то в состоянии 0 танков то есть примерно к 20 числу там они в боевом численном составе просто выведено вторую линию с количеством танков 0 не получилось что надо перегруппироваться выводится подвижное соединение во второй эшелон пытаются там ремонтировать то что есть и 51 армия была во втором эшелоне вводят в 1 немного переставляют все войска ведут артиллерийскую авиационную дуэль с 1 по 8 октября при этом на самом деле немцы усиливаются немцы подбрасывают из крыма 73 пехотная 97 легкопехотную на подходе опять же нам это известно точно по данным противника но это просочилось в советский разведсводки но опять же видимо агентурная крым что еще там на подходе горноигрская дивизия горная 4 горная и всякие тактические резервы более того в 6 армии появляется во первых 47 пантер из состава 23 танкового полка которым безуспешно пытались остановить наступление на Донбассе 47 всего 29 боеготовых всего в армии сотня штурм-дешутцев что в общем не так мало 4 октября 6 армия приезжает 1 батальон 2 танкового полка изначально это часть 16 танковых дивизий перевооруженные на пантеры и имевшие 71 пантеру сильно то есть в общем батальон пантер был передан 13 танковых 10 то есть на самом деле с одной стороны грамотно с другой стороны нельзя не признать что Холит был не как говорится не ума палата при всем своем большом опыте он был пехотным генералом и это все стоит в первой линии то есть он танковый дивизия даже не вывел после того как ему пехота еще подбросили да вместо того чтобы вывести это в резерв у него стоит все вместе то есть у него получается железная стена но эта железная стена она уязвима от того что противник найдет как говорится с винтом левой резьбой золотой ключик да золотой ключик да с винтом левой резьбой да Да, и поэтому по итогам боёв потом уже был такой майор Франк, который, собственно, писал все эти отчёты, они потом были прочитаны американцами, и он прямым текстом пишет, для армии сохранение позиции, вот оно, являлось вопросом жизни и смерти, так как эта позиция, находясь на краю степи, протягивалась через возвышенные прибрежные местности, молочные ряды холмов, и давала преимущество благодаря укреплению местности противотанковым рвом. То есть, на самом деле, нельзя не согласиться с Василевским, что если мы это сломаем, то дальше будет степь, по которой будем врага гнать. Мчаться на 34-ках и лошадках. Буря, ураган, всё будет. Надо было назвать Харикейн. Ну, вот, видимо, надо было как-то ещё что-нибудь южное, какой-нибудь Суховей, ещё что-то. Но, тем не менее, пытаются сделать второй подход к снаряду. Причём решили обмануть немцев и начать в седине дня, в 13 часов. То есть, в 13 часов 9 октября 45 минут артиллерийской подготовки, авиационная подготовка. И, соответственно, наносят на новых участках, в том числе южнее Мелитополя. То есть, ну, скажем так, смещение было недостаточно радикальным. То есть, просто пытались расшатать оборону примерно на те же направлениях. Танково-механизированные корпуса пытаются использовать для поддержки атаки пехоты. Но это в том числе объяснимо тем, что бригады поддержки пехоты были уже ещё шорканы. Там у них оставались по десятку танков. И поэтому ввели танково-механизированные корпуса для поддержки пехоты. При этом, в основном, насколько можно, опять же, судить, использовали именно танковые полки и мехбригад в большей степени. То есть, именно как танки непосредственной поддержки пехоты. Нельзя сказать, что были плохо подготовлены в отношении численности пехоты. То есть, те, кто наступал, они были пополнены. Дивизии были по 7,5 тысяч человек. То есть, 51-я армия наступавшая, она имела дивизии по 7,5 тысяч человек. И в худшем положении находилась там 2-я гвардейская армия, которая была где-то 4,5 тысячи человек. На дивизию, да? Да, 4,5. Это, конечно, не предел мечтаний. Это, ну, с другой стороны, с такой численностью наступали на Изъеловские высоты тоже. В общем, а потом Берлин брали. Вообще, в южном секторе сосредотачиваются резервы с района, где затишья. То есть, из центрального сектора вывели 19-й танковый корпус, который позднее прославится в борьбе за Крым. И 9-го октября он перенул в состав фронта, но пока, что называется, в резерве на всякий случай. В итоге, 9-го октября, начав в середине дня, тем не менее, его в такой момент внезапности был ограничен. Продвинулись всего 1,4 километра, владели такой опорный пункт Октоберфельд, которые были, соответственно, отбиты на предыдущую итерацию в контратаке, той самой вечерней. И продвижение было на участке 44-й, 28-й, 28-й, это как раз Мелитополь. 10-го октября бои продолжаются, опорные пункты переходят из рук в руки, но, опять же, именно из-за того, что есть средства для контратак, эффект, прямо скажем, ограничен. Тот самый Октоберфельд, следует контратак с танками, она оставляет. Причем, по немецким данным, у нас этого документа, не могу сказать, что прям подтверждается, подтверждается. Немцы говорят, что произошло танковое сражение, в котором участвовала как раз боевая группа 13 танковой дивизии, не штурмовые орудия. Но их мнение таково, хотя допускаю, что они столкнулись с какими-нибудь парой десятков танков и из этого сделали танковое сражение. Во-первых, это красиво. Да. В любом случае, можно интерпретировать это так, что использовалась боевая группа для танковой контратаки, которая сумела стабилизировать положение, возможно, подбив сколько-то наших единиц. Ну, в итоге, единственный успех, который намечается, это в районе города Мелитополь. И, соответственно, 11 октября собирают большой хурал. Нагайские же степи-то. Да, Нагайские степи. Поэтому Березов, чем интересны всегда воспоминания, тем, что они рассказывают обстоятельства. Собрались, блин, даже командующего войсками фронта. Было нас немного. Василевский, Толбухин, новый член военного совета Щеденко, Грязнов и я. Начальник разведки обстоятельно доложил обстановку. Я там дополнил его. Все согласились с тем, что противник уже исчерпал все основные резервы. Ну, да, исчерпал. Да, там дивизии едет. Ну, то есть, в общем, такое некоторое головокружение. И в ближайшее время следует ожидать перелом в ходе боевых действий. Но было признано целесообразным попробовать ввести 19-й танковый корпус в полосе наступления 28-й армии. Что касается Кавкорпуса, держать его в резерве. Обозначился успех Южнее Мелитополя. Конники последуют за 19-й танковым корпусом. То есть, идеи бури они оставались. Но, одним словом, следует перенос усилий. 51-я армия наиболее пополнена с дивизиями, опять же, по 7,5 тысяч человек в район Мелитополя. Туда же 19-й танковый 44-й гвардейский Кавалерийский корпус. И решение было принято уже 10-го октября. Возможно, вот как раз после боев у Октяберфельда, видимо, поняли, что здесь не светит. Опять же, то, что немцы позиционируют как танковое сражение, для нас было просто, что мы уперлись в некую стену. Мелькнула фамилия Щеденко. Да. Да, Ефим Щеденко. Известный человек. Персонаж очень интересный. Он был из первоконников. Конечно. Он, на самом деле, был таким мотором пополнений первоконной армии. У него был упроформ такой орган в первоконной армии. И, соответственно, когда началась Великая Отечественная война, и началась она с катастрофического поражения в приграничных сражениях, было сформировано управление, получившее наименование глав у Проформ. И вскоре его возглавил Щеденко. И, собственно, Щеденко возглавлял главу Проформ как раз до конца лета 43-го года. Но он запутался в всяких подсчетах. То есть, он как бы… Я думаю, что сработал, конечно, комплекс причин. Потому что вот перманентная мобилизация, которую мы, в принципе, рассказывали в роликах по 41-му году, новых формирований, она уже не требовалась в таких количествах. В марте 42-го года вот этот вот краник перманентной мобилизации перекрыли, и функционал стал сужаться с точки зрения именно задач, которые ставили перед главу Проформу. Ну, плюс еще вот эти вот проблемы с подсчетами сил, которые выделялись в промышленности, потому что кому шли ходоки, как к Ленину там в 20-м году, шли к Щеденко и говорили, дорогой товарищ Щеденко, дайте мне колонны, то есть, военнослужащих, которые, оставаясь в статусе военнослужащих, попадали на предприятия промышленности, в том числе и танковые, и барховые, и заводы стрелкового вооружения использовались, как рабочие у станков, находясь в статусе военнослужащих. И вот эти вот все… так было направлено 3 миллион человек. И вот подсчеты, куда делись там люди, у Щеденко они не очень сходились, и, как опять же, говорят, нет прямо четкого обозначения, что товарищ Сталин сказал, учили рифметику, еженый фронт, члену военного совета. Но вот Щеденко отправили ЧВС на Южный фронт, вместо него был такой человек Карпоносов поставлен, то есть, в общем, который тянул угол про фронт до конца, потом его расформировали в силу того, что функционал после войны исчез. На самом деле, кавалерию, конечно, хотели использовать, но использовать разумно, никто не собирался бросать в конном строю на хорошо подготовленную оборону. Если успех обозначится, вводим танковый корпус, за ним, как нитку за иголкой, кавалерия А8 получится. Товарищ Щеденко, кстати, присмотрит, раз он из первой конной армии. Первой конной армии, но он как ЧВС, да, вполне. Ну, на самом деле, человек, безусловно, заслуженный, и хотя там про него разное говорят, про то, что он делал во времена, там, малибрести 37-38 года, я не могу сказать, что вот какое-то отрицательное него впечатление. Всю жизнь на кадрах человек прослужил. Да, человек всю жизнь на кадрах. Есть известный, опять же, доклад Щеденко по итогам 37-38 годов, какой был реальный состав тех самых 40 тысяч, которые вычистили из армии, что там полно было и людей, которые и подчасти выпивки и прочего. То есть, в общем, там не 40 тысяч командиров всех вывели и расстреляли. Это, в общем, все сказки. Но, одним словом, Щеденко действительно стоял на кадрах, и как член военно-совета Южного фронта тоже мог, используя, опять же, свои рычаги, получать пополнение. Это как вот такой, я бы сказал, Мехлес, но без фанатизма. Такой вот... Лайт-вариант. Да, лайт-вариант Мехлеса. При этом был Василевский именно как представитель Ставки. И на самом деле Василевский... Мы, по-моему, это как-то уже обсуждали, что его прям строго после Прохоровки отправили, называется, на сельское хозяйство, то есть на Южно-Юго-Западные фронты. То есть совпадение, как сказал, Киселев, не думаю. Но, одним словом, командующий 51-го армии Крейзер сдает участок своего корпуса 2-й гвардейской армии Сахарова. К 6 часам утра 13 октября сосредотачивается к востоку от Мелитополя в готовности сменить часть сил 28-й армии. И, соответственно, за одну ночь проходит 35-ти километровый марш. К утру 11 октября сосредотачивается под Мелитополем. И уже 12 октября, сменив части 28-й армии к югу от Мелитополя, начинает наступление и входит уже в южную часть города Мелитополь. Тем временем продолжается борьба и на прежнем участке наступления. Соответственно, 5-й ударный, 44-й гвардейской армии ведут упорные бои по захвату отдельных упорных пунктов. То есть идет такая позиционная война, медленное продвижение вперед. Немцы упираются и захватом пленных, опять же, плохие новости о том, что приехала 3 октября в Кубани 73-й пехотная дивизия. То есть, в общем, при этом это все перед ясной очей Василевского. Василевский даже специально отметил мемуары, что 12 октября в 28-й армии Герасименко я допрашивал пленных 186-го полка 73-й пехотной дивизии. То есть, стало понятно, что ситуация, она как бы... Немного сложнее. Да, немного осложняется, да. И нужно было действительно сделать какой-то рывок, который позволил бы переломить ситуацию в свою пользу. Потому что пока... Третья неделя вязких боев. Да, и до никакого результата. И в принципе, это выглядело как то, что будет происходить на Западном фронте в течение всей зимней кампании. 12-13 октября сильный буран, плохая видимость. Тем не менее, авиация обеих сторон работала. Немцы, правда, снизили интенсивность. По крайней мере, постами в нос было отмечено за 5 дней всего 650 самолетов пролетов. То есть, видимо, немцы успокоили, что все хорошо. Пантеры, все нормально, танковое сражение, все хорошо. В этот момент такой возможный брешью, в этом вот они становятся город Мелитополь. Поскольку, с одной стороны, городские бои, они тоже вязкие и неприятные, но с другой стороны, на другой чаше весов, 8-8 поставлены и готовы расстреливать танки с больших дистанций. И вполне возможно, что город получше, чем все эти открытые пространства и танковые контратаки. Одновременно начинает помогать сосед Юго-Западный фронт Малиновского, который 14 октября владевает Запорожьем, и имеет возможность, что называется, по краешку пройти, может быть, помочь соседу и попытаться где-то там на грани плавней пробить некую брешь. Попытка предпринимается 5-й ударной армии Цветаево 15 октября, продвинулись на 6-8 километров, но как-то явного успеха не обозначено, и решили не разбрасываться по двум направлениям, потому что получалось, с одной стороны, в упор Днепру и на огромном расстоянии, под Мелитополем. То есть, фактически, на разных участках оперативно не связаны удары, танковых соединений нет, чтобы потом сделать канны, как бы смысла связываться с вот этим двумя ударами нет, и упираются в городские бои в Мелитополе, идут уличные бои достаточно жесткие, причем за каждую улицу, за каждый квартал, в стиле Сталинграда. И части 51-й армии к 20 октября полностью отчислили центральную часть города, при этом заранее были отданы приказы создать штурмовые блокировочные группы силами от усиленной роты батальона, они усиливались танками, опять же, в том числе, изъятыми из танкового корпуса, насколько можно, опять же, судить по имеющимся данным, поскольку все эти танковые бригады были уже изрядные, потрепанные и шорканы. Очень большую роль играет противотанковая артиллерия, истребительно-противотанковые полки вводятся в город, стреляют вдоль улиц, буквально в упор с пистолетной дистанции, стреляют по отдельным зданиям, по танкам-самоходным орудиям, то есть, буквально там с 20-30 метров, ну, по крайней мере, в отчетных документах идет прямо вот 20-30 метров, то есть, в упор идет стрельба. идет маневрирование по дворам, при этом понятно, что с 45-х боеприпасов к ним просто завались, поэтому можно совершенно не думать даже о том, о боеприпасах, поэтому этого добра много, и можно стрелять сколько хочется. При этом ситуация не сказать, что хорошая именно с точки зрения наличия боекомплекта, то есть, если мы посмотрим на боекомплект, который был там на 11-е число, то есть, на момент, когда начало боев, подтянули те же МЛ-20 один боекомплект во 2-й гвардейской армии, в остальных армиях там, ну, вот 51-й армии подтянули 1,6 боекомплекта, то есть, не 3 боекомплекта, при этом фронтовые склады полупустые, там 0,3 боекомплект, даже 0,28 боекомплекта. То есть, в общем, основной, как говорится, рабочий инструмент, гаубица 122, вообще 0,2 боекомплект, 0,7, не только в 51-й армии, опять же, ее поставили на головной удар, поэтому там подтянули 1,2 боекомплект, при этом полностью опустошив фронтовые склады, там вообще 0,05 боекомплект, то есть, фронтовые склады пустые, все стащили в 51-ю армию, и она вот у нее, даже в 45-х было 4 боекомплекта, то есть, они могли в Мелитополе просто лупить по каждому окну по 45-чному снаряду. За счет этого, получается, удалось ворваться в город, да, и прорвать тактическую оборону немецкую? Да, фактически город стал окном, при этом выделялись группы танков, самоходные пушки, которые курсировали по улицам, поддерживали гарнизоны квартала при контратаках, блокировали кварталы, то есть, в общем, на самом деле, в городе еще и, насколько, опять же, можно судить, даже столкновение наших танков с штурмовыми орудием против пантер там не было, да, а вот обычные там штуги были в изобилии. Тем временем, с барского плеча Малиновский дает 3-ю гвардейскую армию в составе двух стрелковых корпусов 23-ю танкового корпуса, причем 23-й танковый корпус, 74 машины, ну, не предел мечтания, но нормально. Корпуса 3-й гвардейской армии тоже где-то по 7 тысяч человек на дивизию, то есть, в общем, хороший подарок, как говорится. Большое спасибо было Родиону Яковлевичу за целую гвардейскую армию, и, соответственно, это позволило попытаться еще и со стороны, то есть, план Б, со стороны плавней, попытаться еще поджать оборону. 20 октября Южный фронт переименуется в 4-й украинский фронт. Ну, это на самом деле по всему фронту было переименование, то есть, это все фронты, там, Воронежский стал первым украинским, и так далее. При этом, надо сказать, что эти бои обошлись, прямо скажем, недешево. С 11 по 20 число фронт потерял 12 600 человек убитыми, соответственно, 2000 пропавшим без вести, общие потери 63 тысячи человек при общей численности фронта, там, в 300, кепка, как говорится, в 1000 человек, это много. Да, 20 процентов. Да, при этом 51-я армия в уличных боях теряет 5000 человек, то есть, по сути, примерно 40 процентов потерь приходится на 51-ю армию, танков теряется мало, то есть, за 10-дневку с 10 по 20 число было потеряно всего 56 танков, из них 39 в 51-й армии. Одним словом, пытаются пробить линию Вольтон через город. На самом деле, идея-то оказалась достаточно богатой. 16 часам 23 октября Мелитополь освобожден, полностью очищен от противника, и в этот момент еще следует удар на другом фланге 3-я гвардейская, 5-я ударная, восточнее железной дороги Запорожья-Мелитополь, и, соответственно, по сути, удалось на двух участках прорвать тактическую оборону противника. В некоторой степени помогла некоторая смена тактики, то есть, ставили много напрямую наводку тяжелых орудий, боеприпасов мало, будем опять же говорить откровенно, это не от того, что какой-то хитрый план, это в том числе недостаток боеприпасов, который заставлял использовать орудия, в том числе тяжелые 152 пушки и гаубицы на прямой наводке. И поскольку у противника высоты, за высотами, ну, в принципе, глубина обороны уже не такая большая, то бить систему обороны на высотах прямой наводкой была, в общем, не самая худшая идея. Соответственно, темп огня наращивали к концу, достигали предельного напряжения, а потом раз обрывается, идет атака пехоты. В результате конец артиллерийской подготовки он не обозначался, то есть шло, 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 потом раз прерывается, и в итоге есть там какой-то небольшой интервальчик, который позволяет доскакать до позиции противника и ворваться у них. То есть свои что называется, приемы использовали и на нашей стороне. В итоге, несмотря на плохую погоду, в целом авиация тоже работала достаточно активно и уже превосходила по числу вылетов противника, то есть 14 по 23 октября, то есть период активной борьбы за Мелитополь, 8-я воздушная армия выполняет почти 3600 вылетов против 750 вылетов противника. Пусть там по бомбовому залпу сейчас нам наверняка напишут, если есть возражения, пишите комментарии, нам напишут, что по залпу эти там 750 были равны там грубо говоря там полутора тысяч вылетом пешек штурмовиков. Кареилов наверное даже больше. Да, то есть если опять же там с больше бомбовой нагрузкой работала немецкая авиация, тем не менее активность была все же меньше, в том числе истребителей. Соответственно свобода рук была больше. Наконец наступает момент ввода в бой 19-го танкового корпуса, который с утра вводится, с утра 24-го октября вводится на участке 28-й армии, прорывается вперед и как было написано в одном из отчетов вытягивая за собой пехоту в 28-51-м. То есть получается в принципе как планировали только не кавалеристы, а пехота. Уходит танковый корпус, за ним идет пехота. И в этот момент собственно немецкая сторона может сказать только полуфторого, потому что резервы стоят в первой линии. То есть как действовали бы в абстрактном Марсе, например, или еще где-то. В глубине есть кулак танковый, где прорыв, контрудар, выстраивание заслона, там еще как-то. Этого ничего нет. Холит все вложил в то, что встать железной стеной на этом стокеровом метровом фронте в итоге в отчете 6-ой армии по итогам боев прямо скажем с досады отмечал. Вот досада прям читается в этой фразе. Так как боевая группа Гаузера 13 танкового дивизия не могла быть в достаточной степени заблаговременно освобождена во время боев 4-го танкового корпуса, только 26-го октября была переброшена на южный фланг 29-го корпуса, Бреж тем временем расширилась до 25-ти километров. То есть пехота, которая пошла за танками, она Бреж расшивает в итоге предпринятый немцами контрудар, терпит неудачу, атака небольшой танковой группы Газа из Матвеевки во фланг танковых соединений русского Первомайского не могла привести к коль-нибудь значительному облегчению положения. Ее силу составляли 6 танковых рот, рот, мотопехот, бронетранспортеры. Но единственное, что говорят, что там избежали окружения. Ну, не претендовали на какие-то окружительные действия. То есть, в принципе, рывок был скорее вперед. Ну, скажем так, скорее перехват коммуникаций. Попытки закрыть пробитую брешь успеха не имеют. То есть, в общем-то, вот это было со стороны командного Шестерна. На самом деле, роковая ошибка. В этот момент приезжает из Крыма 4-я горно-эгерская дивизия, и она попадает под раздачу уже, как говорится, в чистом поле. Ее просто гонят перед собой Керсон. И в итоге 27-го октября наконец-то наступает тот час, который ждали месяц назад, и переходят войска 4-го украинского фронта к преследованию, продвигаются сразу на одном от 10-ти до 32-х километров, занимают 140 населенных пунктов. 28-го 31-го октября за 4 дня проходят от 40 до 160 километров, то есть, несутся уже, можно сказать, на всех парах. Немцы, единственное, в чем была проблема, поскольку пробивали не там, где хотели, так-то хотели, что называется, ураган, буря, раз там захватываем Каховку, захватываем коридор в Крым, и, в общем-то, противник окружен, а так противник достаточно плотной массы откатывается к Днепру. Наконец, 29-го октября приходит момент для вот этих всех кавалерийских рейдов, 5-й гвардейский, кавалерийский, 4-й гвардейский мехкорпус двигается на юго-запад, конец, проходит за день 70-80 километров, 4-й гвардейский мехкорпус захватывает Каховку, в общем, действительно, наконец-то вышли к тому пункту, который планировали выйти месяц назад. Тем временем, вторая группа, то есть, в принципе, строго говоря, вот эта группа кавкорпус и подвижное соединение, они сохранились, совместно двигались, 19-й корпус 4-й ТК, но вот корпус Кириченко, он не оправдал надежд, надо сказать, потом Кириченко сняли. Кириченко кавалерийским корпусом? НЯ, это другой Кириченко, это НЯ Кириченко, то есть, есть, который был под Прохоровкой, а есть вот НЯ Кириченко, и чтобы разобраться в причинах, почему он не зажег, отправляется, как, опять же, в мемуарах Василевский очень так, я бы сказал, чуть-чуть, ехидно писал, чтобы разобраться в причинах медлительности, туда выехал посетивший фронт лучший знаток кавалерии в СССР, маршал Советского Союза СССР, и СССР, и СССР, и СССР, удалось линию взломать, то есть, вот этот вот тягучий проход через город, и дурацкое решение Холитт с установкой резервов первой линии, он сыграл, и действительно, 1 ноября идет форсирование Севаша, и бои на Перекопском, Перешейке, уже южнее Турецкого Вала, соответственно, тем временем кавалеристы в районе Днепра, что называется, мечутся и захватывают разные пункты, но единственное, что четвертый мехкорпус уже был изрядно потрепан, его просто после занятия каховки выводят в резерв, 19-й мехкорпус связывается в бои на Турецком Валой, это как будет совсем другая история, это мы расскажем, как освобождался Крым, кавкорпус, опять же, несколько задержался севернее Перекопа, поэтому выводы были неутешительными, в общем, зажег, как ни странно, стрелковый корпус сфорсировавший Севаж, который сумел занять плацдармы, которые потом расширились и стали, собственно, воротами в Крым, авиация хорошо выступала с 24 октября по 1 ноября 5000 самолетов вылетов, то есть, преследовала противника, то есть, в принципе, на самом деле, дела уже шли, хорошо захватывается Скадовск, Цурепинск на Херсонском направлении, вышли к Днепру, ну, форсировать было уже, откровенно говоря, было не до того, поэтому эта история была несколько отложена, немцы формировали плацдарм, который, собственно, должен был стать опорным пунктом для рывка в сторону Крыма, то есть, если понадобилось, почему Гитлер сказал удерживать Крым, у меня есть плацдарм, как раз вот на южном берегу, Днепра, то есть, на левом берегу, и вот с него можно будет ударить и без форсирования реки, собственно, спасти Крым, поэтому, собственно, был приказ держаться, что привело к определенным событиям, связанным с Сальтигенским десантом, который рассчитывал на то, что займем и дальше будем преследовать, ну, в общем, это Никопольский плацдарм, так называемый, там Фердинанды будут, но это, опять же, несколько другая история. Надо сказать, что немалую роль сыграла артиллерия, то есть, в октябре 4-й Украинский фронт расстрелял 33 тысячи выстрелов МЛ-20 губицы пушки, 28 тысяч выставил 203 миллиметра, то есть, ему отсыпали боеприпасов и был превышен даже расход августа, то есть, это тоже сыграло свою роль в том, что успешно, да, и сумели проломить фронт, благодаря, опять же, подарку Родину Яковлевичу и пробить через город. В целом, конечно, применение танков немцами, оно было довольно унылым, и в своем докладе Гитлеру, можно сказать, упреждая все это унылое использование, генерал-инспектор танковых войск Гейнс Гудериан говорил, танковые войска в ходе последних двух лет шаг за шагом отступали от тех основных положений боевого применения, которыми они обязаны своими большими успехами в первые годы войны. Из инструмента решения оперативных задач танки все больше становятся вспомогательным средством местной оборонной пехоты. Характерным для боев последних недель является то, что танковые соединения применялись не в качестве подвижного ударного резерва. Вместо использования их в составе дивизии, оставлявшем основы боевых мощностей, они часто дробились, водились в бой разрознен. Ну, собственно, все правильно сказал о том, что произойдет через несколько дней спустя. И действительно, имея и два батальона пантер, и формально два соединения, то есть 13-17 танковой дивизии холлит, распорядился и плохо. То есть, да, он нанес потери на середине октября, но удержать позицию не смог. И вот этот смелый маневр, потом последующий был, парировать-то нечем. И вот группа армий оказывается разорвана на два. То есть, 17-я армия изолирует в Крыму, отходит Никопольский плацдарм, и... Шестая отходит. Да, Шестая армия отходит на Никопольский плацдарм, и она, конечно, сохраняет целостность. Тот план, который был первоначально у Василевского, что называется, их просто разметать тонким слоем по степям, что называется, порубать шашками, может быть, ну, румы бы точно шашками порубали, но тем не менее, вот этот план не реализовался, Никопольский плацдарм там пришлось сворачивать, это была отдельная борьба, достаточно серьезно, напряженная, значит, потери в конце октября, когда, собственно, все прорвали, все сломали, всех, как говорится, побили, они были сильно ниже, чем в середине, когда пытались долбиться в эту оборону и с танковым сражением, со всеми делами. потери убитыми уже 4-го украинского фронта стали 5000 человек, 5125, причем наибольшие потери понесла 5-я ударная, которая как раз прорывалась на стыке с соседом плавней, она потеряла в сумме почти 12 тысяч человек из 25 660, которые были потеряны фронтом целым. даже не проходят по отчету пропавшей бедствии, они наверняка были, но как-то даже в таблице их нет. То есть, заболевшие есть, 500 человек, причем 28-го армия косила, ну, видимо, связана в том числе и со всякими действиями в районе Сиваше и Анчангар, ну, там форсировала как раз 51-я армия, ну, в общем, возможно, было как-то связано с приморским действием. Захватили довольно много пленных, то есть, на самом деле, потом число подросло, то есть, на самом деле, заявлялось там около, по-моему, 13 тысяч пленных, ну, в отчете по горячим следам говорили меньше, то есть, если, опять же, потом заявка потом была 22 тысячи солдат и офицеров противника, захватили почти 700 орудий, 143 танка, 17 самоходных орудий, но, скорее всего, штуги тоже писали в танке 33 тягача, то есть, в общем, не очень много тягачей, но была заявка сначала 13 тысяч пленных, потом в итоговом докладе было 22 тысячи пленных, ну, вполне возможно, что похватали каких-то ловиков, пока двигались в Днепру, возможно, какие-то комендатуры, там еще, что называется, какие-то подразделения, которые не проходили по отчетам самой шестой армии. Надо сказать, что число самолетов вылетов нашей авиации было больше, чем у немцев, то есть, сфиксировано в нос было 12,5 самолетов пролетов противника против 21 тысячи самолетов вылетов 8-го воздушной армии, но тут, опять же, вес залпа, наверное, был сложно сказать, чьей пользы был. Учитывая, что у нас большое количество это вылета истребителей, опять же. Да, прикрытие истребителей, но дальше действия остановились, ввиду того, что от вот этих 100 километров, на которые можно было таранить, войска фронта оказались разбросаны на 600-километровом фронте на три направления, соответственно, Никобольский плацдарм, Херсон и Крым. На какое-то время все стабилизировалось, пытались таранить Никобольский плацдарм, но это, как говорится, другая история. Но, тем менее, нельзя не признать, что линию вот он, невзирая на первую неудачу, пробили. И на вторую неудачу. Да, и на вторую, да, справедливости ради, да, несмотря на то, что было две неудачные попытки, третья попытка после большого хурала с участием всех, включая Василевского, Толбухина и свежеприбывшего Щеденко, догадались подобрать ключик, и не произошло того, что произошло на западном направлении, когда несколько месяцев стучались в прочную оборону, хотя позиция была, безусловно, немцам хорошая, подпертая, опять же, в отличие от западного направления, на западном направлении никаких пантер не было. Здесь были даже пантеры, но они не помогли. И, что называется, Толбухин, конечно, вместе с Василевским воевать уже умели. Они, несмотря на первое окружение успехов, они преодолели, нашли, что делать, ну, и в какой-то мере помог сосед, если до Юго-Западный фронт, который взял Запорожье и высвободил армию, в которой можно было немцев еще нажать и лишить их, возможно, чем-то еще маневрировать. Может быть, если бы не этот нажим с северного фланга, как-то перераспределили резервы, больше бы кинули в Мелитополе, город бы брался с большим трудом. Но, тем менее, случилось так, как случилось, и город стал ключом к всей линии. Надо отдать должное советскому военно-политическому руководству, которое, в отличие от противника, накопило за весну и лето стратегические резервы. И потом, когда противник, мы видим, подбрасывает какие-то дивизии или танковые батальоны, подбрасывают скромно армию. Армия, она все же ушла от соседа. Она воевала еще с... 51-я армия была же в резерве. Она была как раз из справедливости ради свежие резервы, именно свежие, они в прорыве линии не участвовали. Они вводились в начале сентября, а дальше только маршевое пополнение. Скорее всего, из донбассов, то есть, мобилизованная и освобожденная территория. То есть, насколько можно, опять же, судить по той практике, потому что, честно говоря, я не видел прямо вот такой разблюдовки, которая есть там, например, во-первых, украинском, сколько они где призвали, но пополнение явно, шло в том числе за счет местных ресурсов, призыва на Донбассе, который позволит пополнить ту же 51-ю армию до тех самых 7,5 тысяч человек, с которыми уже можно было входить в город, штурмовать город и не остановиться в нем с 3000-ми обескровленными дивизиями. И опять же снарядов подбросили. Да, подбросили снарядов, потому что все было, вот Южный фронт все время воевал, как говорится, с колес, у него постоянно там по одному боекомплекту в наличии, там полупустые фронтовые склады, но тем не менее смогли, смогли, ставка сумела дать то, что надо. Выступил хорошо, конечно, расход там сильно меньше, чем у западного фронта под Смоленском, но тоже, прямо скажу, результат такой неплохой. Что не стали упираться рогом, маневрировали, в одном месте не получилось, давайте в другом месте, в другом месте, в третьем попробуем. В конце концов нашли, как говорится, как вы сказали, ключик. Да, ключик. Так что вот на этой оптимистичной ноте завершим рассказ про то, как проламывали линию, вот оно и прорвали, вышли. Вышли к Крыму, к Днепру. Вышли к Крыму, и дальше, наверное, пойдем там с юга на север, как выступал Малиновский, и про то, как Конев оказался лучше Жукова в форсировании Днепра, как это все происходило. В общем, осень 43-го года, по ней пройдемся, и дальше уже будет там называется и, надеюсь, про десант тот самый, Днепровский десант, такой, можно сказать, один из глухо засекреченных в свое время эпизодов. Спасибо, как всегда, интересно, ждем продолжения. Друзья, спасибо огромное, но в первую очередь тем, кто поддерживает нас на платформе спонсор. Все наши ролики выходят благодаря вам. До свидания, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова